Уголовное дело весом 300 томов. Начинают зачитывать приговор Хабулдешу Шубаеву. Депутата обвиняют в хищении средств дольщиков Ясная Поляна. Провели дезинфекцию и поменяли трубы. Детский лагерь «Солнечная Поляна» хоть и с опозданием, но все же запускает вторую смену. Трое погибших за 4 часа. В Омской области стали чаще тонуть люди. Жителей просят быть осторожнее. На проспекте Королева рухнула остановка. Конструкция упала в районе городской поликлиники номер 4. К счастью, в этот момент людей рядом не было. Никто не пострадал. Дорожные службы уже перевезли комплекс на несколько метров от места сбора пассажиров, которые ждут транспорт. Очевидцы рассказывают, что остановка наклонилась еще накануне вечером, поэтому падение было не избежать. Когда восстановят блок, пока неизвестно. Сегодня Первомайский районный суд начинает зачитывать приговор по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых скандально известный бизнесмен, действующий депутат законодательного собрания Хабулдаша Шубаев. Его обвиняют сразу по трем статьям. И в первую очередь в хищении средств дольщиков при строительстве микрорайона Ясная Поляна. Пострадавших более 300 человек. Это люди, которые вложили деньги в строительство домов. Сумма ущерба 100 миллионов рублей. Их Шушубаев, по версии следствия, потратил на покупку нескольких автомобилей, сделал ремонт в здании своей фирмы, заказал рекламную компанию. Прокуратура требует для Шушубаева наказания в виде 8 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Объем уголовного дела более 300 томов. Это более 30 тысяч страниц. И все из них предстоит зачитать судье. Оглашение приговора, скорее всего, займет не один день. Сам Шушубаев свою вину не признает. Наша съемочная группа будет следить за ходом процесса. Подробности уже в следующем выпуске новостей. В лагере Солнечная Поляна сегодня с опозданием почти на две недели все-таки стартует второй сезон. От арены Омска отправятся автобусы, которые доставят 330 детей к месту отдыха. Решение о возобновлении работы учреждения принято на оперативном совещании, которое провел глава региона Александр Бурков. Его собрали, так как много обращений от обеспокоенных родителей поступило в адрес руководителя области. Чтобы дать исчерпывающую информацию, Александр Бурков встретился с людьми, купившими путевки в Солнечную Поляну, где в июне у одного ребенка диагностировали признаки отравления. Как выяснилось, позже он приехал в лагерь уже зараженным. Первую смену пришлось закрыть. Сейчас в учреждении провели дезинфекцию помещений и ревизию водопроводных сооружений. И дети начнут вторую смену в стерильных условиях. Но и на этом же совещании Александр Бурков поручил Министерству спорта подготовить список детских оздоровительных лагерей, которые нуждаются в капитальном ремонте или замене сетей. Сейчас мы план будем социально-экономического развития региона. В первую очередь лагеря должны быть прописаны, где требуется капитальный ремонт, где требуется замена сетей. То есть приоритеты для себя расставьте, что в каждом лагере надо в первую очередь делать, чтобы были нормальные условия жизни. Екатериненский Бур получил статус особо охраняемой зоны. Такое решение было принято главой региона Александром Бурковым. По мнению членов ОНФ, это позволит остановить беспредел, творившийся здесь годами. По их данным, незаконно лесо было вырублено на 42,5 миллиона рублей. Теперь ситуация должна кардинально измениться. Глава региона не только настоял на серьезном расследовании дела черных лесорубов, теперь в Екатериненском бару особо будут пресекать любые посягательства на сосные пихты. Екатерина Булучевская подробнее. Его называют «жемчужиной области», и этот эпитет не преувеличение. В Екатериненском бару десятки краснокнижных растений и животных. Они вольготно чувствуют себя среди вековых сосен и пихт. Но чем богаче лес, тем больше желающих его незаконно использовать. И черные лесорубы для Тарского района стали настоящим бедствием. По данным Общероссийского народного фронта, злоумышленники здесь наломали дров на 42,5 миллиона рублей. У нас за весь 2017 год общий доход бюджета Омской области от деятельности лесного хозяйства, как органов лесхозов, так и коммерческих организаций, составил всего 65 миллионов рублей. То есть у нас размер ущерба, выявленного в течение, по сути, двух дней, когда работала комиссия в Тарском районе, сопоставим с тем, чем бюджет получил за целый год. Только на территории одного Тарского района общий объем незаконной рубки составил 3955 кубометров. Проблемный вопрос взял на личный контроль Александр Бурков. И своим поручением, можно сказать, спас уникальную зеленую зону в Тарском районе. Теперь Екатерининскому бору официально присвоен статус особо охраняемой территории. Соответствующее решение глава региона принял на заседании облправительства в конце июня. Сейчас на территории заказника категорически запрещены все виды рубок, кроме санитарных. Общественники добивались этого три года. Александр Бурков вопрос решил за считанные месяцы. 1177 гектар этого прекрасного, элитного, будем говорить так, корабельного леса, который останется для батонков. Это здорово. Это подхватил, конечно, эту тему и нашел в плотном графике своем в Рио-губернатор. Нашел, чтобы поставить жирную точку в этой теме по возвращению статуса природоохранной зоны на Севере Омской области. Огромное спасибо. Кроме того, Александр Бурков поручил провести инвентаризацию лесов. Министр природных ресурсов и экологии региона Илья Лобов сообщил, что для этого, вероятно, будут привлекаться средства из федеральной казны. Тотальная проверка назрела давно, ведь под видом больных деревьев нарушители уничтожают тысячи кубометров именно здоровых сосен и елей. Сейчас в регионе расследуются 11 уголовных дел о вырубках. Сумма ущерба достигает 4 миллиардов рублей. По мнению главы региона, именно взаимодействие власти и общественников позволит не только выявить, но и прекратить незаконные рубки. Екатерина Булучевская, Илья Яковленко, 12 канал. За 4 часа утонули 3 человека. Один несчастный случай произошел в Омске, еще два в районах. В Черлакском в РТШ утонул 30-летний мужчина, в Кормиловском в ОМИ 43-летний житель. В городе трагедия произошла в полутора километрах от метра моста. В РТШ погиб 63-летний мужчина. Тела пока не найдены, сейчас их ищут водолазы. Из-за жаркой погоды несчастных случаев на воде стало больше. Только с 1 по 12 июля утонули 8 взрослых и четверо детей. Людей просят быть осторожными. Плавать только в разрешенных местах, где есть спасатели и медпункты. Купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева. И только при температуре воды выше 16 градусов. Переохлаждение грозит судорогами и потерей сознания. Браконьеру из Черлакского района грозит срок за убийство Лебедя. Районная прокуратура утвердила обвинительное постановление по уголовному делу. Следствием установлено, что в апреле житель села Преображенко застрелил лебедя. При том, что охота на этих птиц запрещена. Свою вину мужчина признал. Ущерб государству 6 тысяч рублей возместил. Теперь его ждет суд. Максимальное наказание по статье «Незаконная охота в отношении птиц и зверей», охота на которых полностью запрещена, два года лишения свободы. В Омске проверяют мосты. В списке три объекта. Мост имени 60-летия ВЛКСМ, что у телецентра, Ленинградский мост через Иртыш и Комсомольский через Омь. В первую очередь специалисты смотрят состояние несущих конструкций. После проведут опытные испытания нагрузкой с использованием спецтехники. А уже затем решат, нужен ли объектам капитальный ремонт или реконструкция. По правилам эксплуатации делать диагностику на мостах и путепроводах нужно каждые 10 лет. Из бюджета на эти цели уже выделили 2 миллиона рублей. Прикоснуться к святому в прямом смысле этого слова. В Омске готовят тактильную выставку сибирских резных икон. Помощи в организации авторы проекта, художники Егор и Павел Минины, попросили у главы региона Александра Буркова. Выставка будет работать на двух площадках. В начале, в неделю празднования Дня города, в музей Искусства Омска. А после переедет в музей Миниврубеля. Несколько десятков экспонатов, и каждый можно потрогать. Ожидается, что главными посетителями выставки станут слабовидящие люди. Для них дополнительно подготовят лекции, мастер-классы, порезки сибирской иконы. Руководитель области идею поддержал. Одна из самых трагических и загадочных дат российской истории. Сегодня исполняется 100 лет со дня расстрела Романовых. В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге последнего российского императора и его семью казнили в подвале Ипатевского дома. Расследование о гибели Николая II, его супруги и детей длилось десятки лет. И сегодня в честь памятной даты омичей приглашают на бесплатные экскурсии, посвященные царской семье. Они пройдут в генерал-губернаторском дворце. Именно сюда не раз приезжали представители императорской фамилии. В 1891-м здесь побывал сам Николай II, еще будучи наследником русского престола. Сегодня лекцию посвятят царице Александре Федоровне. Она начнется в 17 часов. От Калининграда до Владивостока на яхтах, автомобилях и в кромешной темноте. В экстремальный воеждж по России через Омск отправился слепой путешественник Владимир Воскевич. Не имея возможности видеть новые места, парень чувствует запахи, национальная кухня и новые друзья. Вот что дают ему путешествия по Чехии, Франции и на Карибы. Как решиться на самостоятельное путешествие, спланировать недорогой, но комфортный отдых? И как не пасть духом в дороге? По Омску с необычным путешественником прогулялась Елена Смирнова. Новое слово в путешествиях не посмотреть, а ощутить, услышать и попробовать мир на вкус. Владимир Воскевич ездит по планете в кромешной тьме, когда парнем был всего год. Ему поставили рак сетчатки. Глаза пришлось удалить, чтобы опухоль не задела мозг. Однако география его вояжи может позавидовать любой зрячий. На личной карте 20 стран, среди которых Чехия, Франция, Доминикана, 60 российских регионов. Калининград запомнился вкусной рыбой. Санкт-Петербург, изобилие музеев, некоторые адаптированы для незрячих. В Казани удивили свадебные обычаи, музей Чак-Чака. Архитектурные красоты и пейзажи особенному путешественнику заменяют ароматы и вкус национальных кухонь, байки старожилов и уличные музыканты. Путешествовать в одиночку Владимир начал примерно 7 лет назад. Особенно манили морские странствия. Молодой екатеринбуржец прошел курс управления яхтами для слепых. Вдохновили приключенческие рассказы и истории успеха людей с аналогичным диагнозом. Это, кстати, один из способов побороть свой страх перед дальней поездкой или новым начинанием. Изучать примеры и идти по чужим следам, которые кого-то уже привели к нужному результату. Об этом и не только Владимир рассказывает на мастер-классах, которые проводят в каждом городе. Уверяет, путешествовать может каждый. Не важно, ты слепой, глухой, или у тебя все в порядке, путешествовать может каждый. На самом деле способов преодолеть свой страх множество. И они не супер мудреные. Можно изучать просто опыт других людей, которые в похожей с вами ситуации, но у них уже получилось. Поэтому именно я провожу свои мастер-классы, потому что я знаю, что каждый не зрячий человек может начать путешествовать. А тем более уж зрячий человек. И я являюсь личным примером для других людей. По России Владимир перемещается на автомобилях, ищет попутчиков с помощью интернет-сервиса. Во всевирной же паутине, рассказывает воежор, можно найти недорогое пристанище. В Омске странника приютили в одном из хостелов, узнав его историю. Немало на счету Владимира и форс-мажоров. В Париже его впервые ограбили, а в Доминикане чуть не арестовали. Я попросил провести местного человека нелегальную экскурсию, потому что денег на легальную у меня не было. И это очень запрещено у них. То есть это такой суровый у них там закон. Нельзя проводить экскурсии без ведома государства, без уплаты налогов. Ну, нас поймали, арестовали, наставили пистолеты. В общем, долго пришлось объяснять на моем ломаном английском языке, придумать какую-то легенду. Тогда полицейские поверили или простили, не знаю, но отпустили. Учат Владимир не только комфортно и безопасно путешествовать, преподают информатику в школе для особенных детей. Но главное, что хочет донести до своих подопечных их возможности. Если не безграничны, то гораздо шире, чем принято считать. Елена Смирнова, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, окна ПВХ. 999-222. Восточный банк разработал новый кредит наличными. До миллиона рублей под 11,5%. Восточный банк. Всегда хорошие новости. В приложении «Двагис» вы найдете подробную информацию о компаниях, расположении входов и навигатор с отмеченными светофорами и камерами. Скачайте «Двагис» бесплатно. Возрастное ограничение 0+. Ходила раньше Дарья из Нововаршавки за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь масло подсолнечное, слобода. Один литр всего 69 рублей. Вот это цены! Ассортимент какой! Все есть! От котлет до сковородки! По здоровью есть вопросы. 48 38 38. И о погоде. Завтра, 18 июля, в области малооблачно, без осадков. Температура воздуха в районах ночью 18-19, днем до 30 тепла. В Омске ясно ночью столбики термометров поднимутся до плюс 19, днем до плюс 29. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. На этом пока все. Эфир 12 канала продолжит сериал «Между двух огней». Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!